Всем привет! Сейчас. И Паша меня снимает. Семья, привет! Екатерина, Павел. Павел! Александр серьезен, как всегда. И мы снова в дороге. Сегодня 24 августа. Мы снова в пути с утра. Погода, конечно, не очень сегодня. Но у нас дорога запланированная. Поездка. Это была уже запланирована. Кому интересно, куда мы едем? Время вот столько еще. 7.50, но мы уже в пути, в дороге. Кому интересно, куда мы едем? Оставайтесь с нами. Мы почти у цели. Катя, тебе ищем. Макарьева. Приехали чуть пораньше. Ждем паром. Есть время перекусить. Ну зачем ты вот это делаешь? Сашуль, вкусненько. Сашулька пирожки делят. Здесь продают вкусные пироги. Возможно, пекут их даже в монастыре. Ароматный кофе. Ароматный кофе. Свежие тепленькие пирожки. Сидим, ждем паром. Конечно, мы будем прогуляться в Макарьев. Но мы уже не успеем по времени. Сейчас я выйду, немножко поснимаю красоты Макарьевского монастыря. Волга-матушка. Такая красота и умиротворение. И на холме преподобный отчим Макарий. Сейчас я немножко приближу. Смотрит на воду. Здесь его обитель. Преподобный отчим Макария. Макарийский монастырь. Это час езды от нашего дома. И он приближает нас к родине, где родились мои родители. Сейчас 40 минут на пароме. И мы практически у цели. Сегодня едем. Потому что день памяти моего папы. 23 года назад. Его не стало в этот день. Умер он совсем молодым. Ему было всего 54 года. Грустный, конечно, день. Но, тем не менее, он присутствует в нашей жизни. Заодно навестим бабушек, маму с бабушкой. И, конечно же, сходим на могилку к папе. Папа похоронен на родине. У себя. С его мамой рядышком. В общем, вот такое у нас сегодня путешествие. Кому интересно, поехали с нами. Вот памятник преподобному отчему Макарию. Основателю этой обители Макариевской. Молитвенник наш. Вот он на холме. Смотрит на воду. Охраняя свою обитель, которую когда-то создал. Вот такие у нас здесь места святые. Куда множество паломников посещают. Ну, съезжаются. Вот стоит автобус московский. Вот он. Соответственно, он привез паломников. Ну, конечно, там экскурсии, монастырь. Но мы-то бываем два раза в год там. Поэтому сейчас вот ждем парома. И любуемся красотами. Ну, прохладно сегодня. Денек такой прохладненький выдался. Пойду пить кофе горячий в машину. Грузимся на паром. Сейчас меня оставят здесь нафиг. Надо заходить. Буду гулять до завтра их ждать. Плывем. Пашуль, плывем. А что они все-то? Документы им надо. Господи, не верят еще нам на слово. Все, мы поплыли. Что они нам не верят? Красота Макаревского монастыря. Пошли с дедом. Плывем. Дед, держи этого партизана. Пашуль. По уши. С дедом. Дед, посмотри сюда. Паш. Дед. Паш, дед, дед, паш. И ветрено сегодня. Плывем по Волге. Вот он, монастырь. Все дальше и дальше от нас. И первый. Давай, нахай. Вот мамулечка с бабулечкой. Картошку копают еще, да, бабуль? Да. Картошку копают. Капаю, собираю. Вот. И сейчас она у нас копает, собирает. Господи, дай бог тебе, бабуль, здоровья вам с мамулей. Разбирает со мной картошку. Про правнук, Паш. Паш, ты уже про правнук бабушки-то, да? Да. Да, получается. Сели завтракать. Мамуль, как всегда, она с пирогами хочет порадовать. Мы уже подошли. Маманит, мне привет. Дед, дам вам привет. Батю забыл. Ты Женечку-то забыл. А тут Ленка. У нас хоть Аллу помнит. Да тоже что-то забыл меня уже за месяц-то. Вот мы на могиле у папы. Двадцать три года он уже лежит. Мой папа Николай Иванович. Умер молодым совсем, 54 года. Вот собрались сегодня все мы здесь. Мама девчонкам объясняет, потому что здесь четыре могилы тоже наших. Так что вот, сегодня день памяти. У нас пришли навестить. Здесь моя бабушка. И прабабушка. Все родные, близкие. Пока ездили, подошло тесто. Целый таз. Сейчас будут пирожки. Вот так. Вот вы и не умеете. А вот и пирожочки подоспели. Румяненькие. Валентин, по-моему, перерумянил. Да, мам? Да. И мы берем ташки. И мы берем ташки. Сашуля. Что ты делаешь, Сашуля? Девчонки сидят. Поминаем. Евгения пришла. Оп. Ой, какой приятный звук. Он меня утонил. Вот, девчонки. Твой сын. Посидели. Повспоминали папу. Банька у нас топится. Павел вон что-то там чудит. Павел, ты что там чудишь? Павел, не знаю, что-то там мастрячет. Иду в баню. Поет кто-то там во дворе. Так, иду в баню. Иду в баньку. Да, посмотреть, как тут. Банька топится. Можно я пробегу быстрее? Подожди. Вот она у нас банька. Иди, беги уже. Жень тут бегает. Я забегу. Банька топится вовсю. Я забегу. Банька большая, двухэтажная. Ой, мам, тут урожая. Мам, ты на второй этаж поднимаешься? Урожая. Да я так, я не пойду. Банька двухэтажная. Строил брат. Коля здесь. Здесь у нас как комната, помещение. Баньку-то построил. А где вот он наш Николай? Так. Балкон есть. О, у мам здесь лук. Лук сушится. Ну, ничего, лук хороший. Ой, мух-то сколько. А это, наверное, посадку. Здесь шкафы. Наверное. С банками всякими. Не знаю, они открываются. Где Павел? Павел! Павел убежал. Соседи копают картошку. О, муха. А я наблюдаю. Ой, мам, там тыквы. В общем, мы из деревни. Скоро осень. А у нас в этом году беда с картошкой-то. Да у всех. Не только у нас. Вся картошка. Это вот уже вид с балкона. Вся картошка. В земле. В грязи. Жень машину свою поставил. Ну, тот, который участвовал в СВО. Все его после ранения демобилизовали. Он у нас теперь дома, Евгений. Рука у него плохо восстанавливается. В общем, короче, вот такие дела. Мы в деревне. Ой, в бане-то уже тепло. Вот такая банька. Отдельно. Помывочная. Отдельно парилка. Парная. Ой, тепло уже вовсю. Можно идти. Ой, аж очки запотели. Выходишь. Здесь диванчик для отдыха. Где пошли, 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 пошли. Воду льем. Огородник. Цветы у мамы везде. Фоксы. Астрички что-то какие-то хиленькие в этом году. Календула. И хиноцея желтая. Что у меня тут еще есть-то? Георгины. Георгины. Ну и, конечно же, вот Ванюшка мокрый ее любимый. Я уже от всего, я уже практически от него избавилась. Вот такая банька. Да я уж показывала ее много раз, кто со мной давно. Пойду схожу в теплицу. Ну, в теплице уже тоже осень практически. Огурцы уже пожелтели. Помидоры она все сняла. Они у нее все в бане стоят в этих. Ну, в общем, как их называют? Ну, в контейнерах. Картошка еще вот здесь. Немножко там выкопали. Но в основном вся картошка здесь. Очень грязно. Залили дожди. Очень грязно. Павел вон там что-то льет, переливает. Ну, а сейчас в баньку пойдем. Приехали помочь. Ну, как бы папу. К папе на могилку, да картошку помочь копать. А что-то вот с картошкой-то, не знаю, очень грязно. Вот Павел вот здесь ходил. Нога у него. Паша, ты здесь ходил? Вот здесь. Тут и, наверное, в сапогах. Прям нога вязнет. Дожди лили. Проливные. Вот они лежат. Семейка тыквенная. Да много как. А у меня мускатная, зеленая тыква. Но внутри оранжевая. А у мамы какая-то вот такая вот. Много уродилась. Тыквочков-то. Можно сок тыквенный делать. Да в кашу. Хороший урожай у нее в этом году. Тыквы. 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 Тыквы.